В четвертый соревновательный день первенства России по фехтованию среди юниоров на дорожке базы Югспорт вышли раперисты. Главным претендентом на победу был прошлогодний триумфатор этого турнира и лидер всероссийского рейтинга Искандер Ахметов. Но тот не совсем удачно начал уже на групповом этапе. Чувствую себя в принципе неплохо, но по эмоциям не могу собраться, знаете, сконцентрироваться. Начал неудачно, да, допустил, дал поражение, но я как бы не особо разочаровываюсь, потому что я тут всех знаю, в принципе, со всеми наравне фехтовыми, то есть каждый может выиграть, каждый проиграть. Искандер на прошлых соревнованиях повредил плечо. Видимо, это и сказалось на его сегодняшнем выступлении. Уфимец проиграл бой за вход в четверку будущему бронзовому призеру Максиму Лавягину. А вот петербуржец Богдан Бармаков, в отличие от спортсмена из Башкирии, очень хорошо начал свой соревновательный день. Ну, чувствую себя вроде нормально, первый прожебился, но цели никаких не ставлю. Просто хочу получить удовольствие от фехтования, посмотреть, что сам могу, то есть целей нет никаких. Несмотря на то, что Богдан после групп оказался первым номером турнирной сетки, занять ему первую строчку не удалось. Он уступил на этапе 1-8 самарскому раперисту Антону Бородачеву. А вот звание победителя первенства России 2017 завоевал родной брат самарчанина Кирилл Бородачев. Мне безумно везде нравится фехтовать. Конечно, по юниорам тяжеловато фехтовать, очень много опытных бойцов. На взрослых сервисных турнирах сильнейших тоже безумно тяжело фехтовать. Высочняющий класс спортсменов. Мне очень нравится, я стремлюсь к победе все время, показываю свое мастерство на то, что я умею. И что-то из этого получается. Серебро у Алексея Чуева, а вместе с Лавягиным на третьей строчке оказался Григорий Семенюк. 17 января продолжатся соревнования по фехтованию. За золото первенства России 2017 будут бороться раперистки.